ТЕРИТОРИЯ МАШИН Всем привет! С вами Территория Машин. Программа об автомобилях, событиях и людях. Меня зовут Максим Колесников. Сегодня я расскажу вам о точечных вафельницах и новых дорожных знаках. Помните, некоторое время назад прозвучала инициатива о нанесении нового типа разметки, так называемой вафельницы? Предполагалось, что выезд на эту клетку автомобиля на загруженный перекресток будет означать штраф в размере 1 тысячи рублей. В Минтрансе планировали покрыть вафельницами вообще все перекрестки, но вот теперь ведомство пошло на попятно. Выясняется, что министерства и гаишники никак не могут определить полезность такого типа разметки. Теоретически, камера на светофоре должна срабатывать, когда загорается красный, и кто не спрятался, тот сам виноват. В МВД засомневались в эффективности такой системы. Очень много для них оказалось подводных камней. Теперь Минтранс утверждает, что новая разметка будет появляться точечно, заодно и эксперимент можно будет произвести более качественно. По результатам первых месяцев работы будет созвано совещание, где транспортники и гаишники будут решать, как жить дальше. Говоря об опыте наших западных партнеров, стоит отметить, что пересечение стоп-линии на Красной, в той же Германии, карается штрафом в 170 евро, если вас поймала камера, и 220 евро, если вас остановил полицейский. А у нас то камер мало, то полицейских. Зато тот же Минтранс делает много других добрых дел. Уже совсем скоро в России появится новый знак, на котором изображен автомобиль в круге из электрического провода. Все правильно, это электромобиль. Эта табличка будет сочетаться с предупреждающими или запрещающими знаками. Водителям электромобилей сразу станет понятно, где им рады, а где не очень. Вдобавок к этому появится и знак, обозначающий электрозаправку. Действительно, сейчас в Москве заправку для электромобилей найти невозможно, только если кто-то не ткнет пальцем. Понятно, что развитие структуры для экологически чистого вида транспорта – это хорошо. Но давайте обратимся к упрямой статистике. В России сейчас зарегистрировано 647 электромобилей всех разновидностей. И это несмотря на то, что пошлины на них нулевые. Основная проблема этих машин – цена. Для наших покупателей она слишком высокая. Тот же Renault Twizzi, больше похожий на мотоцикл с крышей, стоит 800 тысяч. Ну куда это годится? Это была «Территория машин». Не забывайте пристегиваться. Территория машин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова